Меньшее зло. Это событие вызвано твоими предыдущими поступками. Условия выполнены. Миновал уже год с того дня, как Глория попросила тебя о защите. Ты уже начинал с отцом разговоры о бесправном положении сестры, но каждый раз глава семейства мрачнел и просил тебя прекратить. Особенно после моего прошлого решения по поводу этих самых мятежников. За отказами отца чувствуется рука Стефана. Приходится ждать случая, который что-то изменит. Тем временем страсти в семье накаляются. Глория целыми днями пропадает вне дома. Ее часто замечают в компании молодых горожан из простого сословия. Отец без конца читает Глории нотации. Ее друзья вольнодумцы и смытьяны. Такие связи не доведут до добра. Сестра покорно все выслушивает, а затем исчезает вновь. Уставший от дневных дел, ты принимаешь горячую ванну, когда в коридоре вдруг слышатся быстрые шаги и гневный голос Стефана. Дверь в умывальную распахивается. Грей, одевайся. Мы ждем тебя в гостиной. Дело срочное. Недоумевая, ты вылезаешь из ванны и приводишь себя в порядок. В гостиной тебя дожидаются отец и Стефан. На кресле в углу сжалась Глория. Старший брат геловито запирает за тобой дверь. Начало не предвещает ничего хорошего. Итак, сегодня я отправился на Балк Экель Лаберием. Уже прибыл в особняк, когда хозяева мне передали через слугу, что меня здесь не ждут. Не хотят знаться с семьей, чьи отпрыски входят в тайное общество. Отец, Грей, как вы считаете, кого они имели в виду? Глория, поджав губы, с вызовом смотрит на Стефана. Это уже последняя капля. Да что ты говоришь? Как символично. Ты, Глория, доведешь нашу семью до опалы. Я не дам тебе похоронить все планы господина Грегора. Стефан едва не переходит на крик, но берет тебя в руки и продолжает уже спокойней. Боюсь, госпожа Глория далее не может находиться в этом доме. Но мы, как достойные люди, позаботимся о ее судьбе. Ее готов взять в законные жены господин Жозе Эль Пелетье. Глория, тебя примет в твой дом дворянин меча. Я уже давно веду переговоры с теми этом жениха. Кто дал тебе право решать мою судьбу у меня за спиной? Ты даже не глава семьи. Глория, тебе положено подчиняться решениям старших. Эта семья уже принесла тебе столько добра. Теперь я еще и обеспечу тебе удачный брак. А ты ведешь себя как вздорная девчонка. Ты станешь женой дворянина глупая. Сможешь писать свои стихи. Ни в чем не нуждаться. Наслаждаться жизнью. Господин Эль Пелетье преследует меня уже год. Поверить не могу, что он влюблен в меня безродную простолюдинку. Да, он хорош с тобой, искусный боец, уважаемый господин. Но ему нужна жена, которая будет рожать ему наследников, покорно следовать за ним на приемах и восторгаться его благородством. Разве не видишь, что мне не место в его семье? А я думал, ему любовница нужна, ну, типа, поэтому он так восхищается Глорией, чисто из-за внешности она ему понравилась. Что за наивные глупости? Отец, вот письмо к семье Эль Пелетье. Подпиши его как глава семьи. Мы должны пригласить будущих родственников к себе, представиться жениху и его родителям. Надеюсь, Грей тоже не останется в стороне. Отец неохотно пробегает глазами по письму и хмурится. Стефан, почему ты ни слова не сказал мне о таком важном деле? Брачные переговоры не могут идти без моего ведома. Разве я объявил тебе свою волю выдать Глорию замуж? Давайте уже спросим Глорию наконец-то. Отец, она не оставляет нам другого выбора. Ты сам знаешь, мы не можем принять Глорию в семью, но репутация Бранте все равно страдает от ее смытьянства. Разве ты не видишь, что от этого брака выиграют все? Глория вскакивает, задыхаясь от гнева. Ты на что угодно пойдешь, лишь бы не допускать меня в семью. Этот брак принесет несчастье и мне, и господину Эль Пелетье. А ты думаешь только о своей выгоде. Я кстати с Глорией согласен по этому поводу. И Пелетье получит позор после этого. И Глория будет там страдать скорее всего. Неблагодарная. Я стараюсь для твоего блага. О чем ты отвечаешь? Или тебе больше по нраву, чтобы тебя просто выгнали за позорные выходки? Отец, подпиши наконец письмо и избавимся от этой беды раз и навсегда. О боже, в Стефане уже дед просыпается. Глория в отчаянии бросается к тебе и хватает твою руку. Ну же брат, ты обещал, что не дашь меня выгнать. Вызвать Стефана на дуэль, ну ни хрена себе. О черт. Позор Стефана. Твою мать. Вот это выборы пошли. Я обещал Стефану, что сохраню его секрет. Прошло уже сколько лет. Эта девчонка уже замуж должна была выйти давно. А он до сих пор с ней там встречается что ли? Если я промолчу, то Глорию Стефан выбрит. Я запретил суд чести. Поэтому не могу вызвать Стефана на дуэль. Оказывается, здесь даже не было требований по доблести. Нет. Ну, на батю тогда надавлю. Отец замер в нерешительности, следя за перепалкой между Стефаном и Глорией. Но ты знаешь, что родитель скорее прислушается к тебе. Нарочито отвернувшись от Стефана, ты обращаешься к отцу. Что происходит? Почему Стефан взял на себя всю власть над семьей и самовольно решает, как поступить с Глорией? Отец медленно закипает от гнева. Ты усердно подливаешь масло в этот огонь. Ты горячо продолжаешь, ведь отец уже давно принял свое решение, когда не отверг Глорию и взял ее в дом вместе с матерью. Только дед пытался ему препятствовать и выжать обеих простолюдинок из дома. Сейчас старик лежит в гребнице, но его козни продолжает любимый внук Стефан. Хватит терпеть тиранов в собственном доме. Отец имеет право сам решать, кого принимать в семью. Отец в ярости ударяет по столу. Стефан недовольно отшатывается. Невольно отшатывается. Глория глядит на хозяина дома с надеждой. Верно говоришь, Грэй. Хватит. Не для этого я заслужил дворянский удел, чтобы мной самим вечно помыкали. Стефан, глава этой семьи я. Ты в этом доме не Грегор Бранте и никогда им не станешь. Отец разрывает письмо семье жениха на клочки. Раскрасневшийся Стефан с трудом держит себя в руках. Если ты, отец, не можешь сам управлять семьей и защитить имя рода, то это обязан сделать я. Ты даешь Стефану гневную отповедь. Отцу лучше знать, как поступить с семьей, которой он посвятил себя всего. Так и есть, Грэй. Я слишком боялся прогневать вашего деда, но эти времена закончились. Глория дочь моей жены Лидии. Она и моя дочь. Глория вся дрожит, не верят своим ушам. Что ты говоришь, отец? Опомнись! Твой позор погубит весь род! Отец не удостаивает Стефана ответом. Его взгляд устремлен к Глории. Я не боюсь ни позора семьи, ни чужого злословия. Иди ко мне, дочь. Глория из рода Бранте. Глория припадает к плечу приемного отца и беззвучно рыдает. Отец! Она наконец-то дождалась этого. Да Стефан нам этого не простит. Ни мне, ни отцу. Ты присоединяешься к их объятиям. Глория сжимает твою руку. Глаза сестры светятся счастьем и благодарностью. Оглушительно хлопает дверь. Стефан сбегает по крыльцу, седлает коня и скачет прочь. Он исчезает из дома надолго. Эх ты, Стефан. Я с ним в ссоре теперь. А с Глорией у меня прям теперь плюс четыре. Но отец теперь на меня обиделся, да? Из-за всего, что произошло. И в семье пиздос. О боже мой. Год сорок четвертый. Отступление герцога. В тлеющей уже годы вражде между наместником Гаем Темпестом и герцогом меланином наконец-то наступает затишье. Герцог оставил борьбу за право собирать подати и прекратил взимать второй налог в свою пользу. К чему бы это? К твоей милостью я освобождаю простой народ магрый от герцогской подати. Люди, славьте род меланидов, который покровительствует вам с древних времен. Ха 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 ха. Ну да, ты еще и первый налог теперь отмени. Крестьяне и мещане наконец-то вздохнули с облегчением. Сам герцог неожиданно отстраняется от дел провинции и укрывается в родовом замке Стерпенверда. Даже верная ему старая знать оказывается в замешательстве, признал ли герцог свое поражение в борьбе с наместником или же за его добровольным уходом кроется тонкий расчет. Скорее всего, второе. Так или иначе, с отсутствием герцога, своего главного покровителя, теряют часть влияния и старейшее семейство магры. Перевес теперь на стороне наместника и его сторонников молодых родов и дворян мантии. Его сторонников молодых... А, ну да, молодые роды... Рода... Боже, как это правильно сказать? Ну, в общем, те, кто недавно стал дворянами, да? Недавно основали свой род. Но вражда двух аркнов уже нарушила единство внутри дворянского сословия. Пользуясь этим, народ провинции все громче требует перемен. Застаток магры... А, плюс один... Влад плюс один... Борьба за власть... Прошел еще один год твоей судейской службы. Однако, тебе не до празднований. Приходится разбирать множество рядовых дел и споров. Грубо, неумело заполненные формуляры исков. Простолюдины жалуются на поборы землевладельцев дворян, на незаконные наказания, на бесправие. Мольба в их голосах сменяется отчаянием. Отчаяние сменяется тихой злобой. Долго ли еще простое сословие сможет послушно исполнять свой удел страдать? Каждый день, покончив с мелкими тяжбами, ты неизменно возвращаешься к делу Аттона. Уже два года ты ищешь способ совершить неслыханное, осудить Аркна и военачальника провинции. После вашей встречи в Радуше Атон не напоминал о себе. Но наверняка у него есть шпионы среди судей и жандармов. Рано или поздно он узнает истинное положение дел и найдет способ избавиться от этого дела и от тебя самого. Если только ты не будешь готов нанести удар первым. Должен ли ты выступить против Аттона в открытую и вызвать его в зал суда? Или есть другой путь покончить с военачальником? Так или иначе нужный момент все еще не настал. Ты ждешь и готовишься. Я надеюсь это еще не в этом году. Правосудие для всех Сегодня на ступенях префектуры тебя встречает цепь из отряда легионеров в Алых Плащах. Личная гвардия наместника, сам Гай Темпост почтил вас с твоим приездом. Показав гвардейцам судейскую печать, ты попадаешь за ворота. В общей зале префектуры необыкновенно тихо и пусто. Всех просителей выгнали. Судьи и жандармы не смеют выходить из своих комнат. Неожиданное появление наместника, брата императора, заставило всех затаить дыхание. Дозор гвардейцев объявляет, что тебя ждут в кабинете префекта и сопровождает верх по лестнице. Чего интересно от меня нужно? Тебя встречает взволнованный Эльборн. В кабинете высокий гость. В кресле префекта небрежно откинув багровый плащ с меховой оторочкой расположился сам наместник Гай Темпост. Но что-то выглядит он не очень по-доброму. Ты низко кланяешься наместнику. В ответ он удостаивает тебя быстрым знаком и возвращается к разговору с Эльборном. Так вот Эльборн, я возмущен тем, до чего вы давили город. Я посадил вас в это кресло, чтобы вы наводили порядок с силой имперских законов. Вы дали слишком много воли простолюдинам. Какой воли? О чем ты? У нас правосудие пять. Опомнись дядя. И вот они уже выступают против своего удела и власти императора. Плетут заговоры и создают тайные общества. Взрыв. Покушение на бургомистра. Весь анизоти заговорил о некой последней капле. Неослыханно. Бургомистр мог и сам себя подорвать. Чисто для пиара. Эльборн выслушивает упреки с непроницаемым видом. Однако ты замечаешь, как подрагивают мускул на его морщинистом лице. Я потребовал от тайной канцелярии положить конец этой последней капле. Но их вожак, простолюдинка по имени Софья, по-прежнему остается на свободе. Вчера отряд легионеров по моему приказу устроил на эту Софью западню. Она почти была у нас в руках. Когда на легионеров бросился Аркн. Какой? Эльборн бросает недоуменный взгляд в твою сторону. Его глаза будто спрашивают. Вы тоже это слышали, Бранте? Аркн защищал простолюдинку? Но как? Да, префект. Один молодой Аркн по имени Антоний Фесс. Случайно не некромант? Фесс. Один молодой Аркн по имени Антоний Фесс решил, что простолюдины-мятежники ему дороже, чем происхождение, часть рода и верность имперской семье. Барон Эльферо и тайная канцелярия мне сообщили, что уже давно за ним наблюдают. Юноша спутался с заговорщиками, потерял всякий рассудок и теперь с оружием в руках выступает за права простого сословия. Оставим борьбу с заговорщиками тайной канцелярии. Моя беда – этот Аркн Антоний Фесс. Он вышел на защиту убегавших мятежников и умертвил пятерых легионеров. Несчастные даже не знали, что им положено делать – обороняться или покорно принимать смерть от рук Аркна. Невероятный случай, ваше высочество. Аркн нарушил закон ради простолюдинов. Смею полагать, у вашего высочества есть распоряжение насчет судьбы господина Фесса. Да, если бы я сам знал, как теперь покончить с этой грязной историей. Антоний Фесс – изменник. Он совершил тягчайшее преступление против короны. Но он все же Аркн, и я опасаюсь судить его по всей строгости закона. Таких случаев в истории провинции еще не было. Этого не примут Аркнинские семейства, а герцог Меланит быстро воспользуется этим, чтобы выдавить мою власть из провинции. Имперский закон един для всех, ваше высочество. Это ли не случай доказать его силу раз и навсегда? Ведь господин Фесс бросил вызов не просто легионерам, а самой священной власти императора. Эльборн, Эльборн, я же только что сказал, что осудить Аркна – еще большая угроза моей власти. Нет уж, найдите другой способ. Этот Фесс юн и горяч. Так выведите его из тебя прямо в зале суда. Пускай обнажит оружие. Пускай покажет прилюдно, что он опасный изменник. Тогда никто, даже герцог, не осмелится спорить с приговором. Такое уже нельзя будет простить даже Аркну. Взор Гая Темпеста устремляется на тебя. Ты же стараешься не проявлять никаких чувств и держишься незаметно, ведь наместник не давал тебе слова. Лучше бы меня здесь не было на самом деле. Судья Бронте, вы здесь не случайно. Выступать на стороне обвинения будете вы. Я бы отдал расхлебывать эту историю самому господину префекту, но он слишком высокопоставленная фигура, чтобы потерпеть неудачу. А, да, то есть им рисковать это слишком опасно, не стоит того. А вот мной рисковать это не страшно. Облажаешься, тебя казним, ничего страшного. Выиграешь дело, ну мы тебя похвалим. Ха-ха-ха, я очень рад вашей доброте, господин наместник. Будьте уверены, многие дворяне и аркны будут настроены против приговора, сколько бы доказательств у вас не было. Изменник Пест должен быть наказан, но позаботьтесь и о моей репутации. Я не собираюсь прослыть первым наместником, при котором пострадали нерушимые права аркнов. Это будет уже через черв, собирайтесь тут. Гай Тампест молниеносно встает с кресла и исчезает в сопровождении гвардейцев. Несколько мгновений проходят в полной тишине. Затем Эльборн перестает сдерживаться и дает волю чувствам. Он обвиняет в случившемся меня? Своего самого верного человека? Нет, я сделаю все, чтобы преступник понес наказание. Вы понимаете, что значит для нашего дела законный приговор Аркну? Только так мы установим власть закона на этой земле. О черт, он решил поссориться со своим покровителем. По требованию наместника суд назначен уже на следующий день. Антоний Пест был окружен жандармами на улице, но не стал сопротивляться и дал слово чести, что явится в суд. У тебя едва хватает времени приготовить обвинение, прежде чем ты отправляешься в зал суда. О боже мой, интересно, интересно, хватит ли у меня параметров, чтобы что-то сделать в этой ситуации. Зал суда обычно полупустой. Сегодня приполнен высокородными господами представителями самых известных дворянских семей. Стоило тебе войти в зал, как ты приковал к себе их пристальные взгляды. В глубине зала ты замечаешь Октавию Меланит в сопровождении Прейлин. Дочь Герцога наблюдает за происходящим, отстраненной с легкой улыбкой. Ты поднимаешься к трибуне. Во главе судейской коллегии сам префект Эльборн, верховный судья, хранит молчаливое спокойствие. Открываются двери и в сопровождении с жандармом появляется обвиняемый Антоний Пест. Молодой аркан одет вызывающе просто, без украшений, на нем простая льняная рубашка. Однако на поясе, как и положено высокородному дворянину, висит шпага. Ты, как положено, докладываешь залу суть обвинения. Господин Антоний Пест по своей воле умертвил малой смертью пятерых леонеров и тем самым помог скрыться мятежникам из последней капли. По залу прокатывается ропот. Большие черные глаза аркана чутко следят за каждым движением в зале. Антоний Пест вдруг обрывает тебя и сам берет слово. Жители Анизоти, я явился сюда не по принуждению. Я совершил проступок и готов за него ответить перед вами. Я сражался против легионеров и убил их. Нарушил ли я имперский закон? Да, нарушил. Но сколько своих же законов каждый день нарушает сама власть? Зачем вообще существует этот мнимый закон, если на деле ему никто не следует? Я не признаю закон, который не может защитить простое сословие от вечного бесправия. Мне от рождения дарована власть над людьми. Но я отвергаю ее, раз она служит лишь бесконечному страданию. И я готов принести самого себя в жертву правосудия ради того, чтобы оно распространилось на всех жителей империи. Громкие отчаянные слова юного аркна повергают зал суда в смятение. Судейская коллегия безмолвствует, не веря своим ушам. Жандармы замерли, не зная, что им и делать. Дворяне приходят в ужас. Слышатся выкрики «Безумие! Сопомнись! Вы же аркн, а не простолюдин!» Еще немного и зал взорвется от напряжения. Жандармы пытаются успокоить собравшихся, но тщетно. Судейская коллегия ждет твоего слова. Ты должен продолжать речь обвинения. Судьба аркномятежника находится в твоих руках. Но в силах ли ты повернуть дело в нужную сторону? Я могу его спровоцировать? Хм, манипуляции нужны. Да, я хороший манипулятор. Оправдать. Ты снимаешь обвинения против аркна Антония Фесса. Но мне это не выгодно, на самом деле. Воспользоваться помощью «Октавии» нифига себе! Я дал Эльборну обещание. Придется его сдерживать. Мне не хватает репутации. Но у меня есть покровительство властей тайной канцелярии, да? Ну ладно. Я буду судить его по закону. Ты обмениваешься взглядами с Эльборном. Пришло время исполнить данное префекту обещание. Подчинить закону всех, дворян и даже Аркнов. Эльборн кивает. Он поддерживает твое обвинение всеми силами. Но нам пиздот после этого, да? Ты властно поднимаешь вверх руку и призываешь Зал к тишине. Антоний Фес вынужден замолчать. Ты продолжаешь обвинительную речь. Тщательно перечисляешь каждый проступок, совершенный юным аркнийским господином. Нападение и убийство имперского служащего. Пятикратно. Помощь заговорщикам. Только что произнесенные призывы к мятежу. Доказательства идут одно за другим. Ты вызываешь каждого из возродившихся легионеров, которых зарубил в стычке Фес. Они подтверждают каждое твое слово. Антоний Фес смотрит на тебя с вызовом и презрением. Даже после мятежных речей Феса дворянское общество принимает обвинительную речь в штыки. По залу упорно идет шепот. Чем возомнил себя этот судья, пытающийся осудить Аркна? Но ты не зря обзавелся влиятельными покровителями. Даже старой знати придется тебе уступить. Со своего места поднимается бургомистер Эльверман. Подожди, он что, на моей стороне будет? Я думал, будет... Как его звали? Ну, короче, начальник канцелярии. Молодой судья Бронте заслуживает доверия. Преступления господина Феса против империи чудовищны. Но еще более опасны сами его взгляды. Мы обязаны отдать бунтовщика в руки правосудия, несмотря на столь высокое происхождение. Дворяне старых родов неохотно соглашаются со своим предводителем. Судебный процесс продолжается, но после слов бургомистра исход дела уже ясен каждому присутствующему. Коллегия во главе с Эльверманом, во главе с Эльборном готовится вынести приговор. Прочие судьи в страхе колеблются, но в глазах префекта железная решимость. Истинная смерть? Или может не надо? Может малой достаточно? Или они сразу умирают, эти аркны? Вина господина Феса доказана в полной мере. За измену и мятеж против имперской власти Антоний Фес приговаривается к изгнанию на Северные острова. Имущество семьи Фес отчуждается в пользу наместника. Пусть это послужит назиданием каждому жителю провинции любого сословия и происхождения. Отныне никто не стоит выше закона. Я принимаю ваш приговор, студия. Я давно готов страдать как простолюдин. Но знаете, справедливость должна быть одна для всех. И пока она не установится по всей империи, я буду бороться с вашим старым порядком. На твоих глазах аркна лишают шпаги и заковывают в кандалы. Эльборн устало наблюдает за происходящим, словно не верят своим глазам. Ты подходишь пожать руку верховного судьи. Мы добились твоего грей. Аркн в оковах. Не думал, что увижу такое на своем веку. Как жаль, что ради высшей цели нам пришлось сгубить судьбу единственного из аркнов, который стоял на стороне правосудия для всех. Что, к сожалению, не оправдывает его преступлений. Впрочем, с этим делом покончено. Отдохните, Бранте. Вы это заслужили. Вскоре после суда тебе приходит письмо с печатью наместника. Гай Темпест предсказуемо недоволен исходом дела Фесса. «Господин судья, я же просил не действовать столь дерзко. Теперь на меня посыплются жалобы от всех аркнийских семей Магры. Каждый аркн будет требовать от меня гарантии неприкосновенности. Что я, по-вашему, должен им ответить? Очень жаль, что вы оказались так недальновидны. Пред буду осторожнее в выборе доверенных лиц. Ну и пошел ты в жопу. Ты убираешь письмо наместника в дальний ящик, достаешь бутылку из исканного вина и отправляешься в кабинет префекта. Пусть ты и не угодил наместнику, это не лишит тебя сегодняшнего триумфа. Порядок плюс один. Карьера упала, правосудие возросло. Народ снова под защитой. Вообще интересная ситуация. Чувак из самого высокородного сословия боролся за права народа. Я его посадил и отправил в изгнание. И поэтому народ снова под защитой. А если бы я его не посадил, у народа был бы этот самый один, но очень великий защитник. Что же лучше? Один харизматичный и высокородный дворянин, на стороне народа, который будет выступать за их права, или же закон, установленный по всей провинции. Это очень спорное решение, на самом деле. Очень спорное дело. Одно из самых спорных, которое пока что мне попадалось. Ну, на самом деле, с повешением 15 этих заговорщиков, это, конечно, тоже было спорное дело. Но я не мог просто ничего сделать. Мне не хватало навыков для этого. Дипломатия плюс один, да куда еще-то? Я уже просто бог дипломатии. О, черт! Матушка того! Решил отправиться к болезнецам. Дом окутан тягостной тишиной. Ты у постели матушки вместе с отцом Глорией и Натаном. Уже сутки мать почти не приходит в себя. Ее бросает то в жар, то в холод. Глория не отходит от нее ни на шаг. Натан прекратил пьянствовать и неуклюже помогает сестре заботиться о матери. Ай, что же с ней такое? Что за болезнь такая? За последний год матушке становилось все хуже и хуже. Раздор в семье еще сильнее подкосил ее здоровье. Уже месяц она прикована к постели. Вы перебрали всех лекарей, но никто не был в силах помочь. О, тут все-таки есть лекари и есть болезни. А то тут мастер-фломастер у нас спрашивал в комментариях или конфе. Что за мир такой? Нету врачей, никто не болеет. Вот кто-то болеет все-таки. И врачи есть. Просто этому нашему главному герою повезло. Он не болеет, у него все хорошо. Теперь жизнь господжи Лидии только в руках близнецов. Говорили они как один. И после смерти она уже не вернется. Вы скорбно ждете, когда матушка вновь придет к чувствам. Долгое время никто не произносит ни слова, пока тишину не нарушает робкий голос Натана. Матушка, это я, Натан. Ты меня слышишь? Бледная матушка вдруг приподнимается на локтях. Слепо оглядываясь по сторонам, на лбу выступает испарина. Сынок, где ты? Натан берет матушку за тонкую искудавшую руку. Та вглядывается в его лицо, словно силясь узнать. Стефан, ты играл с младшими братьями в саду. Наверняка весь испачкался. Иди ко мне. Хоть ты и не мой сын, я же забочусь о тебе как о своем. Какая у нас все же славная семья. Мы благословлены близнецами не иначе. Натан замирает у изголовья, не знает что сказать. Отец печально гладит супругу по голове. В глазах его застыла невыразимая боль. Лидия, ты запуталась. Перед тобой Натан. И вспомни, дети уже давно выросли. Глаза матушки на мгновение ожившие вновь гаснут. Она безвольно роняет голову на подушку. Ты прав, муж. Дети выросли, а я так и не смогла научить их жить в согласии. Я подвела тебя, Роберт. Зря ты взял меня в свой дом. Ты спас нас с Глорией от нищеты. А чем я тебе отплатила? Глория не выдерживает. Матушка, что ты такое говоришь? Не вини себя ни в чем. Ты всегда делала все, что могла. Отец отворачивается в сторону. Он больше не может сдерживать рыдание. Еле слышный голос матери теперь обращен к тебе. А где же Грей? Ты осторожно склоняешься над матушкой. Негромко подтверждаешь, ты здесь, с ней. Грей, как хорошо, что ты тут. Я всегда знала, тебя ждет необыкновенная судьба. Как жаль, что я не увижу, чего ты достигнешь. Я не сберегла семью Бранте. За это мне отвечать на последнем суде. Но не волнуйтесь, родные. Я готова предстать перед богами. Голос Лидии Бранте слабеет, превращаясь в предсмертный шепот. Примешь ли ты уход матушки или сумеешь побороться за ее жизнь? Это что вообще такое? Простите, что? Глория Бранте не равно в доме. Ее надо было замуж выдать, что ли? Или что? Но у нас в любом случае единства семьи не хватает. Но я догадывался, что ее состояние зависит от единства нашей семьи. Но тут уж я ничего не мог поделать. О боже мой. Единство семьи. Единство семьи. Но у меня здесь просто нет выборов. Я даже не знаю. В начале игры я старался бороться за единство семьи. Старался как-то именно для семьи все делать в первую очередь. Но потом все пошло в известное место. Глория и Стефан не смогли ужиться вместе. Да. Возможно стоило тогда пристыдить Стефана его собственными секретами. Но мне кажется он бы все равно свалил из дома. Это дело надо было решать как-то более тонко. Но тут уже ничего не поделаешь. Возможно надо было быть священником и больше дружить с Натаном. Больше давать слово ему. Тогда бы у нас единство в семье было получше. Но так придется смириться с утратой. Это печально. На самом деле это то чего я в своей жизни жду просто с ужасом. Если моя мама умрет первой, то это будет хана. Потому что отец без нее жить просто не сможет дальше. Если он умрет первым, то она без него сможет жить. Поэтому я боюсь, что однажды этот день все-таки настанет. И дальше будет что-то страшное. Потому что я с отцом в не очень хороших отношениях. И я живу от них отдельно. И не хочу лишний раз общаться. Если бы было, как в сказках говорят, они жили долго и счастливо и умерли в один день. Для меня бы лично это было гораздо большим облегчением. А, ну ладно. Это, вероятно, случится еще не скоро. Ну это, читаем дальше. Сердце сжимается в предчувствии непоправимого. Ты ничем не можешь помочь умирающей матери. Уже ничто не придаст ей сил. Слишком давно в семье поселились распри и ссоры. Даже сейчас у одра матушки ты чувствуешь, как твои родные переполнены злостью, обидами и разочарованием. Дети, смиритесь. Голос матушки обрывается. Взгляд ее тускнеет. Подхолодевшие руки выпускают твою ладонь. Бестильно. Отпускаются на постель и замирают. На лице матери застыла усталая грусть. Глория не в силах сдержать отчаянный крик. Это мы! Это мы свели ее в могилу своими склоками! Я Стефан Грей! Натан тоже! Натан, воя от горя, убегает прочь. Стефан так и остается в отцепенении стоять. А Стефан тоже с нами? Он вернулся? Окей! Стефан остается стоять у изголовья. Отец медленно садится и берет в руки ладонь почившей супруги. Он больше не плачет, лишь пустым взором глядит куда-то вдаль. Что-то мне кажется, Роберт, как и мой батя, не сможет дальше жить без нее. Лидия! Каждый из вас скорбит в одиночестве. Ты выходишь во двор и отрешенно бродишь по стаду. Матушка отправилась на вершину сияющего столпа, на суд близнецов. К этой встрече она готовилась всю земную жизнь. Но здесь, на земле, матери больше нет. Она уже никогда не соберет вас за одним столом, не утешит в трудный миг, не встретит своей тихой смиренной улыбкой. Ты прячешь лицо в ладонях. Твоя мать, Лидия Бронте, покинула этот мир. Смерть – один конец для всех нас. Равнодушие. Симпатия. Симпатия. У меня еще с Натаном отношения откуда-то берутся. Лидия Бронте – смерть от болезни. Смех она. Запад «стил» упал. Продолжение следует...